Вперед, Балтийцы! Вперед, Балтийцы! Первый круг первенства Олимп ФНЛ сезона 21-22 официально подошел к финишной черте. Завтра состоится заключительный 19-й тур, в его рамках Балтийцы на своей арене примут московский Велес. Частный клуб из столицы, созданный 5 лет назад, дебютировал в лучшей лиге мира в прошлом сезоне и сходу занял высокое 8-е место. Очень приличный результат для новичка. В этом сезоне команда не сбавляет обороты и прямо сейчас располагается на седьмой строчке в турнирной таблице. Несмотря на более чем достойное выступление небесных быков в минувшем сезоне, в летнее трансферное окно в команде случились серьезные кадровые изменения. Сайт Трансфермаркет говорит, что Велес покинули 20 человек и столько же футболистов пополнили 100 москвичей. Всего же в команде осталось 6 игроков, которые выступали за быков в минувшем сезоне. Вкратце расскажем о ключевых фигурах в составе нашего соперника. В конце августа клуб подписал контракт с 23-летним сербским центральным защитником Филиппом Стаменковичем. В минувшем сезоне футболист выступал за Золотий Бор, игравший в сербской суперлиге. Впервые за Веле Стаменкович вышел на замену в восьмом туре и с тех пор является неизменным игроком стартового состава. 22-летний опорный полузащитник Владимир Кабахидзе перешел из Тамбова. В минувшем сезоне сыграл в 19 матчах Волков, 16 из которых в РПЛ. В этом сезоне пропустил лишь один матч из-за перебора желтых карточек. В 19 встречах в его активе 6 результативных баллов. Еще один игрок центральной оси 24-летний Аюб Бацуев. Воспитанник Ахмата осенью 2017 года принял участие в 6 матчах главной команды в РПЛ. В феврале этого года стал игроком латвийского клуба Ноа, но спустя месяц расторг контракт с клубом. Не имел игровой практики с 30 ноября прошлого года. Игроком Велеса стал в июле. В 17 матчах сезона набрал 6 результативных баллов. И еще один центральный полузащитник 20-летний нигерийца Амину Абдуллахи. На протяжении последних двух лет Африканец выступал за Юрмальский Спартак. В 16 матчах текущего сезона на его счету 2 результативных балла. Однако, как нам сообщили в пресс-службе гостей, прямо сейчас нигерийц восстанавливается от полученного повреждения и в Калининграде не сыграет. Один из лидеров команды – 26-летний атакующий полузащитник Константин Кертанов, ранее защищавший цвета московского торпеда на протяжении 6 сезонов. За Велес его активен прямо сейчас 15 матчей, в которых лишь трижды выходил на поле не в стартовом составе. И главные действующие лица в атаке москвичей. 20-летний центрофорвард Даниил Лопатин перешел из московского клуба Ротина. Принял участие во всех матчах Велеса в этом сезоне, в которых набрал 5 результативных баллов. В крайний раз, правда, забивал в конце августа, а в последних трех матчах выходил на замену. 22-летний нападающий Ариагнер Смит является игроком национальной сборной Никарагуа, в составе которой в сентябре сыграл в товарищеском матче против сборной Гватемалы, где сумел отличиться. Смит принадлежит юрмальскому Спартаку. В марте на правах аренды перешел в клуб высшей лиги Беларуси – «Реческий спутник», где отыграл 7 матчей без замен и отличился двумя голами. Летом клуб прекратил свое существование, а в конце июля форвард на правах аренды перешел в Велес, где в 15 матчах текущего сезона забил дважды. В пяти последних матчах команды выходил стартом в составе москвичей. И, пожалуй, самый звездный новичок. 32-летний правый защитник Евгений Макеев имеет за плечами более 200 игр за московский Спартак. Становился чемпионом России в стане красно-белых. В январе 2021 года уехал в Узбекистан, где сыграл в четырех матчах за «Металлург». В июле подписал контракт с «Быками», принял участие в 12 матчах, в последних пяти встречах не попадал в заявку Велеса ввиду полученного повреждения. Чем же примечателен наш соперник? Первое, что бросается в глаза, это высокие цифры в дриблинге. В этом компоненте Велесу нет равных. 24 удачной обводки за матч. Средний показатель команды. Также «Быки» являются лидерами сезона по числу точных передач. Среднейший процент владения мячом у команды составляет 58%. Выше только у «Алани». Кстати, «Балтийцы» идут в этом рейтинге вслед за «Быками» 54%. Велес занимает первое место в рейтинге по числу выигранных единоборств. В среднем 100 за один матч. Большая часть из которых приходится на действия в атаке. Самый полезный игрок команды прямо сейчас – центральный защитник Мамаду Майга. Малиец в среднем за 90 минут делает 63 точные передачи. Это лучший показатель в лиге прямо сейчас. Однако, по сообщению от пресс-службы гостей, его участие в завтрашнем матче также под вопросом ввиду повреждения. Вингер Артур Галаян идет в списке самых полезных игроков команды на втором месте. И является лучшим бомбардиром «Быков» в этом сезоне. На его счету 11 результативных баллов, 5 голов и 6 голевых передач. Полузащитник является главным креативщиком команды. Создает чуть более полутора голевых моментов за 90 минут. Галаян чаще всех среди «Быков» идет в единоборство и в обводку. 6 попыток за матч. Отметим следующий факт, что из 26 голов «Белеса» в этом сезоне, 10 были забиты из-за пределов штрафной площади соперника. Из 18 пропущенных – 12 с дистанции ближе к 11-метровой отметке. В 20 матчах этого сезона лишь в 5 встречах соперник начинал матч в формации 3-х центральных игроков обороны. В остальных 15 «Быки» играли в 4 защитника. Завтра футболисты «Белеса» во второй раз в своей истории выйдут на газон стадиона «Калининград». Первая встреча команд завершилась в пользу «Москвичей» 1-2. Что же, ждем реванш и желаем удачи нашей команде. Вперед, Балтицы!